Входят и не выходят. Мировая экономика из кризиса. Потому что мёд из горшка они, конечно, съели, а вот пузырь огромный на рынке не сдулся. И пока он не лопнет, никуда она не выйдет. Президент США Барак Обама в интервью ABC News на вопрос, готов ли он стать президентом одного срока, ответил. В такой экономической ситуации сложно рассчитывать на большее. Меня не беспокоит, что люди считают меня неудачником. Я с этим свыкся. Ну вот, я так и думал. С этой стороны ничуть не лучше. Не лучше. Кризис никуда не уходил и не уйдет. В 2008-м, после Лемон Бразерс, вся глобальная финансовая система оказалась банкротом. Напомню, так называемый выход из кризиса был обеспечен колоссальной денежной накачкой. И, по сути, национализацией всех рисков и всех долгов частных банкротов. После чего, совершенно неожиданно, оказалось бы, кто бы мог подумать, что кризис частных банков и корпораций оказался кризисом государственных долгов. Таких, которые, в принципе, невозможно выпить. Мы по уши в долгах. Публичных, частных и государственных. Мы живем на искусственных стимулянтах. На том, что правительство влило в экономику в 2008-м, 2009-м. Банки, потребители, мы все запускаем деньги по кругу. Берем деньги, вкачиваем стероиды долга и называем это леверидж. А, по-моему, это стероидная банковская система. Прародитель этого зла – спекуляция. На заемные деньги. Главное – максимально закредитоваться. Вы должны знать, что это бизнес-модель банкротства. Это тупик. Модель системная, глобальная и злокачественная. Как рак. Это болезнь. Год назад все ведущие экономики Запада, G7, имели наивысший рейтинг надежности по своим долгам. 3А, так называемый ААА. Сама мысль о понижении этих рейтингов, особенно американского, воспринималась как сотрясение основ мироздания. Крупные сдвиги в общественном сознании должны происходить поэтапно. Тогда они проходят легко. Так вот, прийти к мысли, что американские долговые обязательства государственные являются не очень надежными, это для инвестора нечто совершенно запредельное. Но, вот смотрите, рейтинговое агентство, причем и ФИЧ и МУДИ, сильно понизило суверенный рейтинг, то есть рейтинг казначейских обязательств Японии, одной из стран G8, страны с третьей по размеру экономикой в мире. Но это вот и есть та ступенчатость. Сначала, значит, у Японии, думаю, сделаю такое предсказание, не за горами проблемы с облигациями Италии, другой страны G8. И что мы видим? Все оно так и идет. Вот ровно так, и никак иначе. Последнее выступление Бена Бернанке можно назвать в некоторой степени выдающимся и беспрецедентным. Глава Федеральной резервной системы, выступая на заседании Объединенного комитета по экономике обеих палат Конгресса, обозначил четыре задачи, стоящие перед бюджетной политикой. Первая – принять программу сокращения бюджетного дефицита на полтора триллиона в ближайшие 10 лет. Вторая задача – избегать в бюджетной политике шагов, которые могли бы повредить восстановлению экономики. Третья – обеспечение долгосрочного экономического роста. Третья – обеспечить предсказуемость бюджетной политики, чтобы избежать негативных последствий для финансовых рынков. Под конец выступления Бернанке заявил, что кредитно-денежная политика не является панацеей для решения всех экономических проблем США. Стимулирование здорового роста и создание рабочих мест находится в зоне общей ответственности всех лиц, ответственных за принятие экономических решений. Если перевести все это на человеческий язык, Бернанке заявил ровно следующее. Первое – расходы надо сокращать. Это главная задача. Второе – расходы нельзя сокращать, потому что это подорвет экономический рост. Третье – нужно обеспечить экономический рост. А для этого, как вышеизложено, расходы никак нельзя сокращать. Четвертое – все это должно быть прозрачно и предсказуемо, чтобы не обрушить рынки. И главное – пятое – я вам не панацея, ответственность должны нести все, кто ее должен нести. Удивляться не приходится. Этого следовало ожидать. Бернанке не ослика. Осликом, как вы уже, наверное, заметили, у них избран Обама. Бернанке не хочет нести ответственность один за решение проблем, которые очевидным образом решения не имеют. Однако отсутствие решения проблем не означает отсутствие выхода. Выход все равно есть. Только он, как бы так сказать, не совсем комфортен. А все почему? Или по какой причине? И какой из этого следует вывод? Мы решили сделать «Американскую дырку-3» не потому, что дырка там стала еще больше, а потому что у нас, в отличие от Бернанке, появились некоторые представления о том, как это все будет развиваться дальше. Коими можно поделиться? Для начала, с некоторыми сокращениями, мы повторим то, о чем говорили в «Американской дырке-2». Совсем не для того, чтобы лишний раз доказать, как мы были правы, а для общего понимания того, каким будет будущий мир и каким он точно уже не будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!